Мост сестер. Так символически переименовали на один день патриарший пешеходный мост, ведущий к Храму Христа Спасителя, организаторы акций в поддержку сестер Хачатурян. Группа в социальных сетях под названием «Сосфем Альтернатива» провела очередной пикет в Москве вместе с другими активистами, чтобы напомнить всем, в первую очередь властям, о громком деле сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца по предварительному сговору. Я считаю, что это была необходимая самооборона в их случае. Кроме того, недавно мы получили окончательное обвинение в следствии, и сестрам не переквалифицировали обвинение, их все еще обвиняют в убийстве по предварительному сговору. То есть им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы старшим сестрам, младший грозит принудительное лечение. И да, мы решили, что сейчас следует об этом говорить. Нужно, чтобы о сестрах не забывали. Активисты настаивают на прекращении уголовного преследования сестер Хачатурян. Среди других требований – принятие законопроекта о профилактике домашнего насилия с учетом права к рабочей группе закона. Создание государственных кризисных центров, введение курсов переквалификации полицейских для работы с жертвами домашнего насилия. Документ в нынешней редакции, который опубликован на сайте Совета Федерации, не направлен на защиту жертв насилия, считают активисты. Тот законопроект, который выложен на сайте Совета Федерации, самого своего определения содержит уже норму, что закон не будет работать. Потому что домашнее насилие, семейно-бытовое, там описано как деяние, то есть действие или бездействие, которое не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления. Любое насилие содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления, и любое деяние вообще содержит признаки. И таким образом, если смотришь на определение, не понимаешь, как этот закон дальше может работать. Место для пикета организаторы акции выбрали не случайно. По версии активисток, неделю назад в Храме Христа Спасителя собрались противники закона о домашнем насилии, который якобы противоречит православным христианским ценностям. В Храме Христа Спасителя был сбор около церковного комьюнити, которые были против закона о домашнем насилии. И мне кажется, что сам Храм Христа Спасителя — это такое главное духовное место в Москве, центральное место. Это место, где люди венчаются, где они создают семьи, закрепляют в том числе символически свой брак. И мне кажется, что важно, что мы именно мост возле Храма Христа Спасителя переименовываем в мост сестер, чтобы как-то переприсвоить эту повестку. Брак как храм — это все, чтобы там был какой-то голос правды, что сейчас у нас в стране сегодня ты вешаешь радостные замки про Саша плюс Маше равно любовь. Сегодня ты говоришь о том, что это будет все счастливая семья, а завтра тебе могут отрубить руки, с тобой может произойти все, что угодно, и никто за тебя не заступится. Участницы группы «Пусти Райот» Мария Алехина и Надежда Толоконникова накануне объявили, что учреждают денежную премию для авторов лучших текстов, видео или расследований, посвященных теме домашнего насилия. По их словам, в призовой фонд сформированы средства, которые они получили в качестве компенсации от России за уголовное преследование. Я много езжу по миру, действительно могу сравнивать, и каждый раз, как я говорю, и с людьми, и с журналистами, и, не знаю, с политиками за границей, для меня, то есть, это большая такая внутренняя борьба с абсурдом, когда ты пытаешься объяснить, что у нас есть поговорка в России «бьет, значит, любит», потому что такого нет нигде, и такого не должно быть нигде. И сейчас, к сожалению, вот этот курс, который выбирает государство, это курс на Ближний Восток. Организаторы акции также требуют ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы о предотвращении насилия над женщинами. Пикеты в поддержку сестер Хачатуряны против домашнего насилия прошли во многих городах России. Мумин Шакиров, Радио, Свобода, Москва. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...